14 мая 1948 года Бен-Гурион в знаменитом зале независимости на бульваре Рошедов, ныне в городе Тель-Авив, провозгласил создание независимого израильского государства. Но одновременно с ним должно быть в соответствии с резолюцией, чтобы быть создано и палестинское государство, но оно по каким-то причинам создано не было, а в настоящий день буквально началась первая арабо-израильская война. И вот с тех пор, как все это у нас существует, там конфликт фактически не затухает, периодически переходит в такую фазу, скажем так, активных военных действий, а то, что мы наблюдаем с вами в последние месяцы, это вообще какой-то тихий ужас, скажем так, во всяком случае для тех людей, которые там проживают. Но для того, чтобы понять, что же все-таки там происходит, хорошо было бы понимать, кто и что в общем-то в какой-то степени стояло за созданием государства Израиля. И сегодня мы встречаемся с нашим главным экспертом по закулисью, Владимиром Колященко Гильдебрантом, который нам, наверное, откроет базу на то, что как создалось государство Израиль, кто в этом принимал участие и какое к этому имеет отношение эти теневые структуры. Пожалуйста, Владимир. Здравствуйте, дорогие друзья мои. Да, сегодня у нас тема достаточно такая, скажем, ее надо как бы раскрыть, постараться раскрыть, насколько это возможно. Вот, и естественно мы начнем, потому что на самом деле тема уникальная, потому что вы не найдете, в общем-то, большой информации не в сети об этом, о роли как раз франк-масонства в организации и в создании государства Израиль, ну, еврейского, назовем, национального государства, да? Вот. Ну, что хотелось бы сказать? Дело-то в том, что в 2018 году, значит, член масонской ложи Канеха Велли, то есть это, получается, Канеха Велли в Калифорнии, получается, в Соединенных Штатах, ложа номер 807. Он написал статью, Говар Блиман, он написал статью, он доктор медицины, значит, написал статью о роли масонства, франк-масонства, о роли объединенной великой ложи Англии в создании еврейского национального государства. Ну, предыстория такая была, Александр Горовныч. В мае 1915 года первый лорд адмиралтейства Винстон Черчилль попросил всемирно известного химика-доктора Хайма Вейцмана найти способ резко увеличить производство ацетона в Великобритании. Ацетон, как известно, это ключевой ингредиент для боеприпасов во время Первой мировой войны. Через два года Вейцман выступил с докладом, и производство ацетона в Великобритании во время войны увеличилось в сто раз. То есть понятно, да, что, в общем-то, победа всегда наковалась в тылу, как известно. Благодарный Вейстовну за его ценный вклад в военные усилия Англии и вообще Антанты, Черчилль согласился убедить министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура активно поддержать создание еврейского национального очага в Палестине. 2 ноября 1917 года Бальфур написал важное письмо самому влиятельному еврейскому лидеру Великобритании, да, наверное, и всего мира в то время, лорду Уолтеру Ротшальду. Это письмо начиналось словами. Правительство его величества благословно относится к созданию в Палестине национального очага для еврейского народа. В общем-то, это письмо стало юридической основой для раздела Палестины и создания еврейского национального государства. 19 ноября 1947 года, прямо перед важным голосованием в Организации Объединенных Наций по разделу Палестины Вейцман вылетел в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы лоббировать американского президента Гарри Трумэна. После корочкой встречи Вейцмана убедил находящегося в конфликте Трумэна поддержать создание еврейского государства. И Трумэн предпринял все возможные меры и активно лоббировал многочисленных делегатов, чтобы резолюция в пользу раздела получила достаточное количество голосов для принятия. 29 ноября 1947 года 33 голосами «За», 10 «Против» и 13 воздержавшихся резолюция ООН 181 стала международной основой для создания современного государства Израиля. Кстати говоря, и Советский Союз выступил за, в том числе, и, как известно, Советский Союз был представлен в Организации Объединенных Наций тремя голосами. Да, это, собственно, Советский Союз и Украина, и Белоруссия, да, как учредители, между прочим, Организации Объединенных Наций. Так вот, три голоса Советского Союза, они тоже были за эту резолюцию. И, как известно, поддержал сам эту резолюцию лично Иосиф Виссарионович Сталин. А 14 мая, уже вот дата, упоминавшаяся Александру Гарунычу, 14 мая 1948 года, Еврейское агентство для Палестины во главе с Давидом Бен-Гурионом, это так называлось, Еврейское агентство для Палестины, во главе с Давидом Бен-Гурионом объявило о создании государства Израиль. И Трумэн признал новую страну в течение нескольких минут после уже объявления. На следующий день истек срок действия британского мандата, то есть и родился современный Израиль. Несмотря ни на что, несмотря на большое количество угроз, для его жизни Израиль живет до сих пор и даже пытается процветать. Уже в течение, скажем, скоро уже с 2018 года он уже вступил в свое восьмое десятилетие еврейское государство. Давид Бен-Гурион стал его первым премьер-министром, а Хаим Вейцман – первым президентом. Ну и что хотелось бы сказать, и Давид Бен-Гурион, и Хаим Вейцман были франкмасонами. Пожалуй, не был франкмасоном только сам Сталин, поддержавший решение о создании государства Израиля, Трумэн. Все остальные были масонами, в том числе и Артур Бальфур, и, естественно, Уинстон Черти. И, собственно, вот так вот существует с тех пор государство Израиль. И, соответственно, существуют масонские структуры в Израиле. И что здесь хотелось бы сказать. Теперь мы обратимся на следующий в нашей сегодняшней передаче. Мы обратимся, собственно, к историю франкмасонства в Израиле. Ну, как известно, хотя это, в общем-то, особо не подчеркивается, но, тем не менее, де-факто Израиль носит характер все-таки религиозного государства, так или иначе. Ну, и, соответственно, такие структуры, как франкмасонство, оно не вполне поддерживается. В Израиле особо к франкмасонству относятся, конечно же, отрицательно еврейские ультраортодоксы. Ну, и просто ортодоксы, да. То есть, скажем так, человек, исповедующий иудейскую религию, не приветствуется, чтобы он был масоном. Это на самом деле так. Но, тем не менее, масонство в Израиле существует. И в Израиле на сегодня около двух тысяч действующих масонов. То есть, не просто посвященных, да, именно действующих, состоящих во франкмасонских ложах. Причем масонство в Израиле носит интернациональный характер, и межконфессиональный, потому что масонская присяга приносится, в каждой ложе есть, соответственно, книга Святого Закона. Три книги, то есть, в израильских масонских ложах. То есть, это, естественно, Евангелие на Святого Иоанна, Ветхий Завет и Коран. То есть, поскольку израильское масонство, оно носит, я уже сказал, интернациональный характер, то любой человек, вот, религии, имеется в виду христианство, иудаизм, и ислама, может вступить в масонскую лужу и принести, соответственно, клятву на священном законе своей религии. Это так у масонов называется. Ну, мне сейчас хотелось бы, конечно, поговорить о предыстории масонства в Израиле. Ну, оно имеет, в общем-то, предыстория была масонства вот в Израиле на Святой Земле. То есть, ну, можно сказать, что уже со времен Наполеона Бонапарта, который организовал вместе с египетским походом и научную конференцию в Египет, да? Вот после этого масонство проникает уже в Святую Землю. То есть, ну, после... Сначала девятнадцатого столетия, да? Ну, а поскольку многие члены, кстати говоря, этой научной наполеоновской египетской экспедиции были масонами, ну, кстати говоря, был масоном, это известный факт, знаменитый, ну, с одной стороны, египтолог, он меньше известный, конечно же, основоположник. Так, основоположник вообще считается, да, научной египтологией. Египтологией. Так, как же его фамилия, Александр Гаруныч, который как раз расшифровал египетские иероглифы. То ли Шампельон, то ли Шампельон. Шампельон был, естественно, мастером-масоном, это доподлинно известно, он был действующим масоном, и вот он расшифровал Шампельон, как раз египетские иероглифы. И, соответственно, среди офицеров, среди офицеров, которые сопровождали, был масон, который потом организовал, значит, такой обряд Мемфис. Масонский обряд Мемфис. Отец, отец, ну, естественно, он масоном был, как известно, между прочим, да, как известно, известно, что при Наполеоне он разрешил уже... Он разрешил существование масонских организаций, да? Ну, до этого революционеры запретили, ну, как обычно, да? В общем-то, скажем, при революции было запрещено, было запрещено деятельность масонских лож, причем всех. Понятно, что был, значит, понятно, что масонство ушло в подполье, кстати говоря, хотя многие революционеры, да, многие революционеры, в том числе Робес-Пьер, он был сам масоном, да, в Великом Востоке, и его отец был масоном, то есть он уже масон во втором поколении, то есть он из Лоутонов, кто такие Лоутоны? Это волчата, то есть это дети масонов, вот. Он уже был сыном масона известного, вот. И сначала возник, благодаря двум евреям, кстати говоря, этническим евреям, братьям Бедоридам во Франции египетский устав Мисраи. Он возник как раз вот в начале 20-го столетия, причем после как раз, в начале 19-го столетия, после итальянского похода, после итальянского похода на Наполеона, возник этот устав Мисраи. Вот. И известный устав, и, наверное, самый эзотерический устав, поскольку он в себя включает такой ритуал Аркана Арканором. Ну, мы, может быть, как-нибудь отдельно к этому ритуалу вернемся, потому что он заслуживает, действительно, заслуживает отдельной передачи. Вот братья Бедориды как раз, трое братьев Бедоридов, евреи, они были как раз евреями-сефардами, вот. Ну, у них фамилия от французского городка, как раз на юге Франции, в Провансе, Бедорид, есть такой городок. Они происходили с юга Франции. Ну, и этот, кстати говоря, масонский устав, он считался, он считался таким революционным, но потом он более-менее был признан уже в Великом Востоке Франции, как известно, да, все практически французские уставы возглавлял герцог Багарне, герцог Багарне, Жозеф Багарне, ну, все французское масонство, хотя Наполеон официально никогда не вступал ни в какую масонскую ложу. Но масонство он поддерживал. Ну, и, соответственно, соответственно, устав, восточный устав Мемфиса, если даже, ну, я что хочу сказать? Во-первых, конец XVIII века был ознаменован тем, что, во-первых, Наполеон, с одной стороны, провел эмансипацию евреев, да, Наполеон провел эмансипацию евреев в французской империи, в общем-то, в своем государстве, и, соответственно, евреи могли уже вступать, значит, могли уже вступать в масонские ложи. Ну, так вот, восточный устав Мемфиса, это был отдельный устав, и ему, конечно же, обязаны офицеру, офицеру Габриэлю Матью Маркани, Денегру, получившему, кстати говоря, дворянство во время Наполеона. Так вот, этот офицер французский, он создал, кстати говоря, он прекрасно знал и хорошо был знаком со Шампалеоном, он участвовал в этой египетской экспедиции Наполеона, и он создал как раз вот восточный устав Мемфиса. Ну, сейчас это уже со второй половины 19-го столетия эти два обряда были объединены, то есть Мемфис и Мицраим, и их возглавил как раз знаменитый итальянский герой Джузеппе Гарибальди, да, то есть тот, который воевал за итальянское национальное государство, да, и вот вчера мой друг итальянец у меня был, и они все вспоминают, значит, помнят Гарибальди как человека, который подарил, явил миру Италию, потому что, да, значит, поскольку Папская область, да, Папская область, она на тот момент разрезала, по сути, Италию посередине, правильно, то есть существовали такие квази-государства, как Королевство обеих Сицилий, с центром фактически в Неаполе, да, ну, и Северная лига существовала, Савойская, вот эта Северная лига, а Гарибальди, он смог этот простолюдин итальянский сделать то, что не удалось древней итальянской аристократии, да, как бы мы называем сейчас черная аристократия, она как бы связанная с Ватиканом, да, вот так называемая, здесь ведь черная аристократия нет никакой, скажем, коннотации, скажем, такой, вот как некоторые конспирологи вкладывают, черная аристократия это аристократия связанная с папством, да, например, такая фамилия как Альдебрандини, значит, ну, якобы она происходит от папы римского Григория VII Гильдебранда, ну, по-итальянски это Альдебрандини, да, и, значит, несколько пап были в общем-то из этой фамилии, уже папы времен как раз не раннего Средневековья, когда, значит, Григорий VII, да, лидер вот этой вот собственно Клунии, Клюнийской партии, значит, ну, которая, скажем так, сделала католицизм таким фундаментальным, да, ну, по сути и папство, оно возникло вот тогда в XI веке, в общем-то, оно и сейчас, до сих пор уже тысячелетие, оно вот такое, как есть, вот это папство, так вот, именно крестьянин, крестьянин, можно сказать, итальянский, свободный крестьянин, стал основоположником, значит, итальянского национального государства, и кто бы там что ни говорил, там, со стороны римско-католических кардиналов, епископов, значит, как бы, ну, все итальянцы, они благодарны именно за это, но у тебя особые связи тоже с Италией, Александр Горунович, вот, и, значит, таким вот образом возник этот устав Мемфис-Мицераим, вот, но мы перемещаемся все-таки на святую землю, и, что хотелось бы сказать, вот, значит, первая зарегистрированная масонская церемония прошла, естественно, тогда еще в Османской империи, вот, она была проведена, как раз досточтимым мастером-братом Робертом Моррисом, он был бывший великий мастер, великий мастер в 1859 году в Великой Ложе Кентукки американский, ну, известный, да, штат Кентукки, вот, событие это произошло в среду, 13 мая 1868 года в пещере царя Сиди Кии, более известной как каменоломни царя Соломона, то есть, это глубоко под стенами старого города Иерусалима, это недалеко, кстати, тоже от Храмовой горы, но там все близко, в общем-то, город Иерусалим, он не такой большой, вот, значит, в то время сам Моррис, сам Моррис, брат Моррис находился в паломнической масонской поездке по Израилю, вот, он искал поиски древнего масонства, скажем, древнего египетско-еврейского масонства, потому что масонство все связывали с древним Египтом, с древним Египтом, ну, к нему присоединилось несколько мастеров-масонов, вот, во время этой церемонии, а масон, брат Чарльз Орен, известный, вот, в то время участвовал в археологической миссии Лондонского фонда исследователя Палестины, и позднее он был первым, скажем так, первым вице-президентом главной исследовательской ложе английской, номер 2076 Кватер Коронати. Кстати говоря, значит, я хочу наших слушателей обратить внимание на следующее. Дело в том, что вот эта ложа Кватер Коронати, она издает свою периодику, издает периодику, называется Арс Кватер Коронаторум, то есть искусство четырехкоронованных, ну, понятно, четырехкоронованные это мученики первых христиан, первых христианские мученики, в честь них названа исследовательская ложа везде, и, кстати говоря, под эгидой Великой Ложи России есть именно исследовательская ложа, которая называется Кватер Коронати, то есть в любой национальной ложе есть эта исследовательская ложа. Так вот, я сам держал эту периодику, замечательную совершенно исследовательскую периодику, которая называется Арс Кватер Коронати. По-моему, она и сейчас выходит, вот, но я интересовался, в свое время держал подборку двадцатых годов прошлого столетия, вот, до двадцать шестого года. Это, значит, много томов, скажем так, которые посвящены, посвященных именно истории франкмасонства, истории франкмасонства вообще на земном шаре, да, не только английского, да, не только в рамках Великой Объединенной Ложи Англии, но и всего, значит. И что хотелось бы здесь сказать, что еще начиная с девятнадцатого века, многие братья вот этой исследовательской ложи Кватеркаронати, английской исследовательской ложи, они занимались библейской археологией, в том числе печатали с середины девятнадцатого столетия как раз о связи как раз древнего франкмасонства, египетского франкмасонства с иудейскими религиозными учениями, такими, как религиозное ищение Исеев, и терапевтов, да, ну вот, например, некоторые утверждали, что, некоторые даже утверждали, что изначальные масонские ритуалы были как раз разработаны именно в ответвлении есейства в секте терапевтов Египте. Известно, что знаменитый основоположник крестьянской теологии Филон Иудей или Филон Александрийский, он общался с этой сектой, скажем, но состоял ли он сам, непонятно, потому что она как раз была под Александрией, значит, ну, скажем, эта секта была, назовем ее все-таки, она была аскетическая, да, и это был прообраз христианского монашества, кстати говоря, да, вот мы говорим, дело-то в том, что они они жили как иудейские отшельники, как назареи, и почему в Египте потом и процвело как раз вот монашество, потому что до христианского монашества вот там была так называемая секта терапевтов в самой Александрии, ну, соответственно, потом уже развилось в самом Египте уже пустынное христианское монашество на основе как раз этой иудейской секты, да, поскольку нам известно, что иудаизм на тот момент он представлял из себя три фракции или три партии это фарисеи и саддукеи ну, собственно, саддукеи это назовем их так жизнелюбы, да, ну, вообще отрицавшие практически отрицавшие практически существование высшей силы назовем его так ну, прото-атеисты скажем так ну, они были самыми эллинизированными, да, и что самое любопытное, что из еврейства после катастрофы еврейской а все-таки первое назовем так первая еврейская катастрофа это, наверное, 70-й год это когда был разрушен Иерусалимский храм и считается, что вообще римляне иструбили около миллиона даже больше миллиона евреев ну, понятно, да, это была катастрофа на самом деле вот сейчас мы говорим о холокосте 6 миллионов но представляю, что значило более миллиона для того времени для в общем-то да скажем для того времени считается вот по разным данным по разным данным что уже тогда население еврейского народа было 5 миллионов 5 миллионов и вот собственно миллион было уничтожено как раз мужского населения да вот репродуктивного возраста это вот как раз об этом повествует в своих книгах замечательных книгах иудейские древности иудейская война как раз Иосиф Флавий в общем-то катастрофа была ну, кстати говоря в эту катастрофу предшествовала большой погром еврейский погром в Александрии между прочим ну и я хочу сказать что в этом еврейском погроме поучаствовал и сам иудей Александр Тиберий перешедший иудей перешедший в римскую значит языческую религию обласканный между прочим да обласканный императором на тот момент августом значит Августом Октавианом ну а Титом Титом императором Титом обласканный ну и он как говорится его руками и творился вот этот вот погром Александрийский погром ну в общем-то можно к его фигуре можно обратиться в еврейской энциклопедии там о его фигуре достаточно написано вот ну и я между прочим тоже в одном из своих очерков посвященных как раз одной из книг французского исследователя Фестежьера о Гермесе Тресмегисте потому что я являюсь ее переводчиком я посвятил там как раз вот значит этому иудейскому ну скажем так сначала иудейскому погрому в Александрии ну а потом уже конечно национальной катастрофе еврейского народа 70-го года вот дело в том что тогда вот началось уже ну назовем его так развод христианства с иудаизмом потому что вот первые христиане тогда уже значит проповедовал апостол Павел они отказались поддержать вот это иудейское национальное восстание и между прочим ведь надо понимать что с одной стороны исчезла в 70-е годы исчезла в 70-е годы исчезла секта саддукеев то есть после катастрофы для евреев уже не стоял вопрос атеизма вот на самом деле для еврейского народа уже не стоял вопрос атеизма но исчезли и другие течения такие как есей например да и после этой катастрофы уже начала скажем так увидать такое движение как иудео-христианство да то есть это христиане из иудеев которые соблюдали с одной стороны закон Моисея а с другой стороны были христиане крещеными то есть они значит совмещали в общем-то иудаизм и христианство то есть после этого уже окончательный развод но наверное с иудаизмом это где-то наверное уже после восстания Барковбы это 120-й год нашей эры уже после восстания после восстания Барковбы то есть это как раз он себя называл Барковба это сын звезды на самом деле то есть он себя объявил мессией на самом деле христиане его называли тогда еще иудо-христиане Баркасеба то есть сын лжи вот хотя в общем-то многие иудеи в Палестине на тот момент во время восстания Барковбы они как раз поддержали именно мысль о том что Барковба это мессия в общем-то да и сейчас до сих пор в Израиле насколько мне известно существует даже общественный такой орден Барковбы между прочим да то есть есть одно религиозное движение иудейское которое скажем даже награждает этим орденом да Барковбы как раз но это уже в общем-то второй век да второй век так вот мы говорили что в общем-то естественно братья с одной стороны искали следы царя Соломона кто-то конечно из археологов искал значит ну клады царя Соломона ну естественно ничего не нашли вот вот таким образом в середине девятнадцатого столетия возникла первая регулярная ложа она из Америки была значит привнесена усилиями как раз вот Роберта Морриса первая регулярная масонская ложа в Палестине ну тогда это была как известно Османская империя она называлась Ложа Соломона она так и называлась номер 293 и она была изначально под эгидой Великой Ложи Канады она значит была учреждена освящена есть ритуал масонского освящения 17 февраля 1873 года вот это да 1873 года значит ну после этого кстати говоря мы можем говорить о том что подтянулись американские поселенцы масоны именно уже в Палестину многие из них вот из этих масонов принадлежали как раз христианскому движению церковь Мессии то есть ну кстати говоря скорее наверное все таки иудео-христианскому потому что если мы говорим об иудео-христианстве мессианские евреи сейчас существующие их несколько десятков тысяч но официально их в Израиле сейчас 20 тысяч да они официально их много достаточно да то есть те которые Христа признают за Мессии вот но соблюдают значит все заповеди еврейские скажем мы как известно тебе их 613 вот это так называемый мессианский иудаизм вот он кстати говоря достаточно широко распространен в Соединенных Штатах Америки вот но и в Израиле он есть и в общем-то сейчас на них никаких гонений нет и даже многие вот мессианские евреи признающие Христа за Мессию они сейчас служат в армии в Цаале то есть в армии обороны Израиля вот ну многие масоны туда американские потянулись почему потому что они считали что они верили во второе пришествие Христа и многие стали селиться там и между прочим мы отдельно наверное сделаем такую передачу о немецком храмовом движении который поддерживал между прочим последний кайзер Вильгельм да и кстати финансировал через немецкие банки через немецкие национальные банки он финансировал тоже поселение в Палестине уже немцев поселение в Палестине это так называют некоторые например немцы шли в Палестину через Кавказ да через Кавказ и некоторые на Кавказе остались там между прочим да вот например в Пятигорске была такая колония как Темпельгов, как раз она принадлежала. Между прочим, да, с одной стороны, это была колония виноградарей немецких с юга Германии, из Швабии. Лютеран как раз сторонников вот этого храмового движения, о которых мы говорим. Они считали, что для второго пришествия, они так считали, креста должен быть отстроен Иерусалимский храм, то есть третий храм. Они тоже так считали. А император Вильгельм, он как раз финансировал, и он создавал немецкие поселения в Палестине. И до сих пор, насколько мне известно, многие потомки, они живут в государстве Израиль, и, значит, многие строения, как раз многие здания и строения в таких городах, как Хайфа и Яфа, они как раз построены были вот этими немцами, сторонниками храмового движения. Вот таким вот образом возникло тогда же, в середине, начиная с середины XIX столетия и позже уже, во второй половине XIX столетия, общество палестинской эмиграции. Причем в это общество палестинской эмиграции входили не только евреи. Ну и, соответственно, значит, как Кайзер покупал, скупал земли в Палестине. И, между прочим, к этому же времени относится и деятельность, очень, скажем, плодотворная деятельность русского императорского палестинского общества. И наша царская семья, семья Александра III, а еще раньше Александра II, начали, наша царская фамилия начала интересоваться тоже эмиграцией в Палестину. Ну, у нас это больше, конечно же, эмиграция в Палестину. Наш сила все-таки религиозный оттенок, монашеский оттенок. Но, тем не менее, тогда были заложены многие русские монастыри в Палестине, они, вернее, возрождены на старых местах. И, собственно, в общем-то, скажем, три великих государства на тот момент. Это Российская империя, это Кайзеровская Пруссия и, безусловно, Соединенные Штаты Америки, они интересовались этой как раз эмиграцией в Палестину. Ну, у нас это подчеркнуто православный характер носило. А, допустим, многие сторонники храмового движения Германии, они туда переселялись как раз. Вот. Следующая масонская ложа, она официально была учреждена в Яфа как раз. Вот, между прочим, этот город, вот этот город, связанный как раз с немецким храмовым обществом. Далее, значит, около 1890 года группа арабских и еврейских братьев, франкмасонов, в основном арабов из Египта, значит, обратилась с петицией к обряду Мисраим, о нем мы рассказывали, базирующимися в Париже, и основали ложу врата храма Соломона. Врата храма Соломона. То есть, связанную. Она, эта ложа, работала на французском языке. Кстати говоря, да, кстати говоря, ложи, ну, сейчас есть одна русскоязычная ложа. Одна русскоязычная ложа, насколько мне известно, она расположена как раз в городе русскоязычном. Ну, по сути, русском городе, да. Израиль – это Бершева. То есть, чтобы поехать туда, можно не владеть ни евритом, ни арабским, ни английским языком. Тебя там поймут, потому что там русскоязычные люди живут. Русские русскоязычные евреи там живут. Вот. А, естественно, первые ложи работали, как я уже сказал, на английском языке, те, а вторая ложа, вот, как раз, вот, работавшая под сенью, как раз, Великого Востока Франции, это врата храма Соломона, она была франкоязычная ложа. Вот. В Яффе. Вот. Ну, среди, конечно же, яркой фигуры на тот момент, яркой фигуры масонства на Святой Земле являлся, как, конечно же, брат Александр Ават. Он был сириец-христианин, православный христианин, но в масонской традиции его знают, как Александра Говарда. Он изменил свое имя, в общем-то, да, арабское, вот, и стал Александром Говардом. Он был очень богатым человеком и владельцем сети отелей в Яффе, да, и в Иерусалиме, вот, в Яффе-Иерусалиме. Вот. И он был местным, кроме всего прочего, был местным агентом британской туристической фирмы «Кокс». Вот. И управлял службой доставки дилежанцев на тот момент. Вот. А его собственный дом в Яффе служил масонским храмом. Это был богатейший, наверное, один из богатейших масонских храмов мира, я скажу, да. То есть он там все сделал под великую объединенную ложу Англии. Вот. Это, по сути, был мраморный дворец масонства, который существует и по сей день. Сейчас, ну, к сожалению, сейчас там находится мебельный магазин, богатейший мебельный магазин, да. То есть, ну, братья не удержали это помещение за собой. А жаль, вот. Кстати говоря, над дверью его, над дверью этого храма масонского в Яффе был выигрыван еще тогда девиз на иврите «Шалом аль-Исраэль». Вот. Причем, как раз, значит, кстати говоря, он был посвящен, он тогда, когда он открывал этот храм великолепный, Александр Говард был посвящен как раз в 18-й градус, это 18-ю степень древнепринятого шотландского устава. Это как раз князь Роза и Креста. Ну, и, соответственно, там многие девизы изображены были на иврите, уже тогда на иврите, и связаны как раз вот с этой легендой рыцарей Розы и Креста. Ну, некоторые считают ее алхимической легендой, некоторые считают ее иудеохристианским, значит, иудеохристианской степенью по версии древнепринятого шотландского устава. Вот. Этот, кстати говоря, ведь что хочется сказать? Дело-то в том, что в новом французском уставе сохранен тоже как раз князь Роза и Креста. Ну, новый французский устав, ну, он, естественно, не новый. Он идет из Франции 18-го столетия. Для того, чтобы посвящать братьев, ну, скажем, у нас работает в Великой Ложе России по новому французскому уставу работает одна ложа, которая называется Франция. Вот. Ну, соответственно, там франкоязычные, прежде всего, братья, в основном, которые живут в Москве, да. Ну, и плюс ко всему для посвящения в этот устав требуется очень много свечей. То есть огромное количество свечей должно зажигаться. Там одновременно около, по-моему, больше 30 свечей. Ну, и, как бы, в общем-то, посвящение в этот устав именно трудностей связано именно с этим, потому что нужно большое количество одновременно свечей должно гореть. Вот. Ну, вот таким вот образом, значит, ну, после этого, после этого, соответственно, уже, как только этот устав Мицраим стал нерегулярным, соответственно, братья, значит, этой ложи, как раз, мы уже поминали эту ложу, как раз врата храма Соломона, они перешли в древнепринятый шотландский устав и, как бы, по линии Великого Востока Франции. Мы говорим сейчас о франкоязычной вот этой ложе. Ну, они приняли название тогда, они приняли название на еврите Баркай или Рассвет. Ну, понятно, да, Рассвет? И позднее вот эта ложа Рассвет стала одной из первых лож, значит, вошедших в Великую Ложу государства Израиль. Вот эта ложа Баркая, она старейшая в стране и все еще существует. Ну, к сожалению, вот первая ложа, вот мы говорили, да, что Мицрая, то есть это врата храма Соломона, она прекратила свою деятельность, а на нее в основе была как раз создана вот эта ложа Баркай. То есть, в общем-то, на земле Палестины, на земле Израиля вот масонство уже реально, оно появилось, как мы уже отмечали в середине девятнадцатого столетия. Ну, конечно же, действовали, когда был британский мандат над Палестиной, естественно, действовали английские походные ложи, их очень много, между прочим, да, вот английские военные походные ложи, вот. Поэтому, вот, как бы, ну, соответственно, потом уже эти ложи, они ушли, конечно, в Великобританию после, скажем, после эвакуации английского и военного и гражданского контингента, да, они ушли в Англию, да. Ну, а что хочется отметить, а в тридцатые годы уже двадцатого столетия, вот, когда был рост числа еврейских поселений, но это было связано прежде еще с тем, что, конечно, появились в Палестине многие немецкоговорящие евреи, но прежде всего было связано, конечно, с гонением тридцатых годов в гитлеровской Германии на иудаизм и еврейство, вот. И, кстати говоря, первый великий мастер символический, то есть, ну, известно, что, да, в тридцать третьем, в тридцать четвертом году Гитлер запретил все масонские ложи на территории Германии, да, то есть, все масонские ложи, в том числе русские, да, ну, как известно, в одной из масонских лож в Германии входил наш великий философ, которого очень почитает и любит наш президент, Иван Ильин, он тоже был масоном, вот, и входил в одну из русских лож. Но после того, как было масонство запрещено на территории фашистской уже нацистской Германии, собственно, многие братья еврейского происхождения масоны, они выехали в Палестину, и вот с этого времени, с тридцатых годов, идет отсчет уже немецкоговорящим ложам Израилеву. Ну, да, кстати говоря, ведь брат Отто Мефельман, он еврей по происхождению, он в тридцать первом году был великим мастером символической великой ложи Германии, но это достаточно известное послушание, регулярное, да. А потом он уехал уже в Палестину и стал создавать вот на подмоднатной территории там символические ложи, ну, символические ложи, это известно, это ложи первых трех степеней, это ученик, подмастерие и мастер. На территории как раз сначала подмоднатной... Володя, у нас три минуты, мой дорогой. Ну, может быть, мы продолжим, да, значит, может быть, мы как-нибудь продолжим нашу тему, потому что мы, значит, многого еще, конечно, не рассмотрели, вот. Ну, что хочется сказать? Я бы предложил, если это возможно, тебе на следующую все-таки... Все знают про существование некой организации, которая называется Бнайбрид. Ага, с удовольствием. Многие полагают, что эта организация является ничем, ну, как скажем так, таким еврейским воплощением масонства. Мловещим, таким воплощением. Да, воплощением масонства. Да, да, я знаю. Вот, они, насколько я понимаю, там-то они активно сотрудничают со всеми, а у них, насколько я знаю, очень тесные связи, но с масонскими кругами, в всяком случае, это было в 19 веке, в США были такие очень тесные связи. Изначально, действительно, ложа Бнайбрид существовала, действительно, как еврейская национальная власть. Вот, это мы на следующие... Да, да, да. Сейчас что хочется сказать в заключении? Да, давай заключение, потому что время... Мне прощение, что Великая Ложа Израиля, она была, значит, учреждена, освящена в 1953 году. В 1953 году. В Великой Ложи Израиля нет атеистов. Ну, да, ну, как мы уже сказали, да, атеисты вообще исчезли, значит, с 70-го года. Ну, мы не говорим там про европейских атеистов, имеющих, да, еврейское произвеждение, таких как Армас. Мы не говорим. Мы говорим именно о масонах. Значит, масонство действует, естественно, в Иерусалиме, масонство действует в Тель-Авиве. Вот. И более того, значит, сейчас работает в Израиле, вот, в Бершеве русскоговорящая масонская ложа Моцар. Поэтому, да, если говорить о нерегулярном масонстве, то, конечно, много. Вот, кстати говоря, вот, недавно скончался как раз великий мастер Мейфис Мисраима, мой знакомый Александр Рыбалко. Ну, он, кроме всего прочего, был и практикующим иудеем, хасидом. Ну, вот, скоропостижно он скончался от ковида год назад. Вот. В 22-м году. Поэтому действует. Сейчас в Израиле больше 50, насколько известно, 56 лож, в которых входит как раз 2000, около 2000 братьев. То есть это практикующие масоны, реальные. Это не списочные. Конечно, те, кто были посвящены в первые три степени, их гораздо больше. Наверное, те, которые потом либо не стали участвовать в маслонских ложах, либо порвали потом с франкмасонством, может быть, из-за своего религиозного, значит, да, из-за требований иудейской религии. Да, все. В общем, я все, что хотел, в основном сказал. Дело-то в том, что наши слушатели могут посмотреть статью в Википедии. Она достаточно маленькая, посвященная масонству в Израиле. А я сказал вот какие-то эксклюзивные вещи, которые наши слушатели не найдут просто в сети. И, соответственно, я сказал о роли масонства в организации и в создании государства Израиля. Я сказал, Александр Горонович. Все, мой дорогой, я тебя обнимаю. Спасибо большое. И на следующую встречу. Вы в Найбрид, говорите. Мы продолжаем. Да, да, будем продолжать тему и затронем. Да, мы продолжаем рассеивать тьму. И рассказываем о тех организациях, которые считаются зловещими у конспиролов, которыми такими не являются по определению. Все, обнимайте, дорогой, счастливо. Аминь, пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok